На повестке дня развития текстильной промышленности в регионе временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский провел фурманную встречу с руководителями предприятий отрасли. В Ивановской области производят 85% клопчатобумажных тканей страны. На территории региона работает более 900 предприятий и у большинства из них проблемы схожие. Были вопросы у многих предприятий, было такое напряжение на тему возможных проблем со стороны Узбекистана в части пряжи, но вот те, кто со мной на встречах были, сейчас понятны все планы Узбекистана, понятно, как нам органично вместе даже выходить на внешний рынок, о котором я говорил, и добиваться того, чтобы наши предприятия работали устойчиво и развивались, создавали новые рабочие места. В рамках рабочей поездки фурманов Станислав Воскресенский посетил предельно ткацкую фабрику номер 3, которая является структурным подразделением УАО «Шуйские ситцы». Сейчас на предприятии ведется реконструкция одного из цехов. Здесь установят 97 новых ткацких станков, будут выпускать сложные сатины саршу. Рабочих мест мы создадим здесь порядка 80. 80 рабочих мест. А когда по срокам? В этом году мы уже начнем монтаж оборудования. В настоящее время в компании трудится 2300 человек. Новые рабочие места в Фурманове оборудуют с учетом всех современных требований. В этом цехе смонтируют современную систему кондиционирования. Что интересно, в числе сотрудников и главный инженер Анна Гандурина. Хотя у меня это фамилия, как говорится, по мужу, да, но да, действительно, был фабрикант, который закупал краски и по шелковому пути доставлял сюда. И были печатные машины, на которые он пытался выпускать качественную ткань. Так что, ну, я пришла к истокам. К слову, вопрос к качеству предприятий стоит на первом месте. Здесь ведется строгий контроль, начиная от сырья и заканчивая готовыми изделиями. Фабрика работает по заказу и поставляет продукцию на рынки России, Казахстана, Белоруссии и Фрибалтику. Любовь к отчернику Антон Осипов, РТВ Иванова, Фурманов.